Здравствуйте дорогие друзья! В этом коротком видео я расскажу вам про подкормку, которая необходима ампельным петуниям. Наверняка кто-то из вас ее приобрел в кашпо, вот в частности мои клиенты, которые покупали, задают вопросы, чем в дальнейшем кормить эти растения. А кормить в будущем придется, потому что растение сильное, мощное, оно разрастается хорошо. Но для начала, если объем грунта маленький, я в частности продаю свои растения в 4-х литровых кашпо, и это маловато. Для того, чтобы растение дальше хорошо развивалось, ей нужен объем хотя бы минимум 10 литров. Ну и это уже зависит от сорта той петунии, которую вы собственно приобрели. Многим сортам петунии нужно даже 20 литровые горшки, для того, чтобы она во всей своей красоте, насколько это возможно, распустилась. Если грунт, в котором растут ваши растения, уже изначально богат различными микроэлементами, это хороший чернозем с добавлением, возможно, перегноя, либо торф покупной, который уже заправлен микроэлементами, то растение будет развиваться, но ампельная петуния – это настолько мощное растение, что ей просто необходимы дополнительные подкормки, которые необходимо делать хотя бы раз в неделю или раз в 10 дней. Нам подойдет такое удобрение, как мастер 2020-20. Разберем на примере этого удобрения, потому что можно использовать любые другие аналоги. 2020-20 НПК – азот, фосфор, калий – макроэлементы, которые в больших количествах необходимы любому растению. Плюс здесь присутствуют микроэлементы, которые также отвечают за различные процессы. Дозировка этого удобрения – столовая ложка без горки на ведро воды, или 10 грамм на 10 литров воды. Такая дозировка нам пойдет вносить под корень раз в неделю или раз в 10 дней хотя бы просто для поддержания нормального развития полноценного растений и продолжения роста корневой системы, вегетативной массы, закладывания новых бутонов и беспрерывного цветения. Друзья, в своих магазинах вы можете не найти именно это удобрение, поэтому подойдет любое минеральное удобрение, комплексное, с одинаковой формулой НПК – 2020-20. Это может быть плантофол, плантофит, акварин или что-то вроде того. Даже подойдет более дешевое удобрение – нитрама, фоска, но учтите, что именно в этом удобрении не присутствуют микроэлементы, которые также необходимы растению для нормального развития. Друзья, вообще необходимо смотреть по внешнему виду растения, и растение нам всегда подскажет, какого именно элемента питания ему не хватает. Это уже другая тема, более обширная по поводу каждого элемента питания. Но удобряя именно таким комплексным удобрением с формулой НПК – 2020-20, мы точно не ошибемся, так как растение будет получать весь комплекс элементов питания в равном количестве, в равных пропорциях. И на этом я буду заканчивать видеоролик, друзья. Если вам понравилось, было полезно, поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, здесь много чего интересного по растениям и по тепличному бизнесу. Вот так вот, это так, чтобыے не много болезнений. Жди хорошо. Пößер или перп Chairman. Продолжение следует...